Всем привет! На небольшом карибском острове Сент-Мартин, разделенном между нидерландским Сент-Мартином и французским Сент-Мартином, находится необычный аэропорт, считающийся одним из самых опасных в мире. Международный аэропорт принцессы Юлианы находится в нидерландской части острова и уникален тем, что его взлетно-посадочная полоса начинается почти у пляжа Махо и так как ее протяженность не очень большая, всего около двух километров, все самолеты, которые заходят на посадку, летят на очень низкой высоте, буквально прямо над пляжем. Поглазеть и сделать захватывающие снимки низколетящих самолетов, пожалуй, одно из самых популярных занятий у многочисленных туристов, собирающихся на пляж Махо-Бич во время прибытия воздушных судов. Во многих местных кафешках и барах можно увидеть расписание их прибытия. Но несмотря на такое безобидное событие со стороны, как приземление лайнера, оно может представлять реальную опасность для людей, стоящих под ним на пляже. И дело даже не в том, что лайнер может упасть на людей. Кстати, за всю историю существования аэропорта, начиная с 1942 года, здесь ни разу не было подобных инцидентов. Вся опасность исходит от реактивных струй, отсадящихся и взлетающих лайнеров, которые могут снести вас в воду. Власти постоянно предупреждают об этом. Помимо колючей проволоки на заборах, вдоль пляжа расставлено множество соответствующих предупреждающих щитов. За всю историю существования аэропорта здесь было всего три инцидента, два из которых произошли в начале 80-х годов прошлого века, а один в самом аэропорту совсем недавно, 14 января 2014 года. В 1970 году пассажирский самолет Douglas DC-9, летевший в Синт-Мартин из США, после нескольких неудачных попыток посадки в аэропорту, плохую погоду совершил вынужденную посадку прямо в Карибском море. Тогда погибли 22 человека из 57 пассажиров и один член экипажа. Оказалось, что у лайнера закончилось топливо из-за нескольких попыток посадить самолет, а большинство людей погибли из-за того, что не были поинформированы экипажем о предстоящей жесткой посадке на воду, из-за чего не подготовились и не были пристегнуты ремнями безопасности. Вторая катастрофа произошла 21 декабря 1972 года с небольшим 12-местным самолетом DHC-6. Он разбился ночью в океане вблизи Сен-Мартина на пути из Гваделупы. Погибли все 11 пассажиров на борту вместе с двумя пилотами. И третье происшествие произошло, когда Boeing 747 нидерландской авиакомпании Kiel-M следовал к месту стоянки после посадки и не вовремя повернул налево, из-за чего 17 припаркованных рядом автомобилей были повреждены реактивной струей. У них были выбиты стекла и повреждено лакокрасочное покрытие. При этом о пострадавших людях ничего не сообщалось.